Хочу доложить, что нами, как я и ранее докладывал, был подготовлен расчет сил и средств. Отправлены письма обращения руководству национальной полиции, патрульной МЧС. И в этой связи хочу сказать слова благодарности и руководителям, и персоналу этих служб все отнеслись с пониманием. И приняли достаточно активное участие в организованной отработке на праздники прибрежной и парковых зон города с целью профилактики нарушений правил карантина. В 8 утра мы собрались на Думской площади. Почему так рано? Потому что очевидно было, что лучше заблаговременно выставиться на места несения службы до того, как люди прибудут, пикников и так далее. И убедительно всех попросить не нарушать карантин и позаботиться о своем здоровье, чем потом ругаться с теми, кто уже разложился, разжег костры и так далее. И в общем-то эта тактика сработала. На самом деле людей было достаточное количество, но все с пониманием, большинство, я скажу так, большинство с пониманием относилось. Вот на презентации видно проведение инструктажа. После инструктажа, как я уже говорил, были созданы совместные группы. Также видим выставленный пост на пляже Дельфин и патрулирование водной акватории пляжа возле затонувшего танкера Дельфи. Патрулировая приближную территорию, это и Лузановка, и трасса здоровья, Лонжерон, фонтан, набережная между 10 и 16 станциями. А еще здесь видно на слайдах, что группы были укомплектованы средствами защиты, дезрастворами и так далее. Патрулировая обращалась внимание на группы людей, которые пришли на пикники и так далее. Делались замечания, после чего большинство людей, в общем-то, правильно и с пониманием относились к тем требованиям, которые предъявлялись, собирались. И, как правило, без существенных возмущений, без скандала выходили. Только в трех случаях сотрудниками полиции были составлены протоколы, как крайняя мера, когда люди категорически отказывались выполнить предъявляемые требования. В остальных случаях, в общем-то, люди с пониманием разбирались и уходили. Где-то в послеобеденное время, в часов 16-17, активности практически не было и мы людей снимали. В целом, как я уже говорил, прошло без существенных инцидентов. И мы на 9 мая, в канун 9 мая планируем провести аналогичные отработки территории.